Расстояние нам не помеха. Данки, штурмовики и крепкие нервы. Вот чем залог успеха. Успех, который неизбежно перерастает в крах. На сцене огромный шар, словно мир, в котором живет самый страшный диктатор 20 века. В этом спектакле нет биографии Гитлера. Здесь показан только драматизм и трагичность его эпохи. Бертольд Брехт в пьесе «Страх и не считав Третьей империи» описал быт и нравы целого народа, который оказался под властью фашистов. Тогда он еще не догадывался, к чему приведет реализация этих идей. Но уже в этой пьесе обнаруживается понимание губительности нового режима. Как ужасно, когда идея приходит национального возрождения, и потом эта идея становится оружием для того, чтобы подавлять себе подобного. А после этого появилась мысль, но это давно уже в процессе работы. Взять еще бравого солдата Швейка, фантасмагорического такого персонажа для Второй мировой войны, и его как камушек поместить в эту государственную мельницу. «Страх и не считав Третьей империи» и «Бравый солдат Швейк» – два произведения, рассказывающие об абсолютно разных историях. По замыслу режиссера легли в основу одного спектакля. Над ним актеры начали работать еще в конце прошлого года. Полиночка, чуть-чуть бы плавнее и быстрее бы спуститься к тебе. Ладно? Поехали еще разочек. Начинаем. Сейчас проходят только первые репетиции, поэтому режиссеру приходится по несколько раз останавливать каждое действие. Ведь актеры на сцене здесь не только переживают жизни своих героев, но и выполняют непривычно для себя трюки. Первый раз такой опыт, что в такой коробочке меня там закрыли, и я ничего не вижу, потому что там дымят в глаза свет, и я не слышу, потому что акустика совершенно другая, нежели там на сцене. То есть, по большому счету, получается, что я не слышу, не вижу себя, и как-то надо приспосабливаться. Такой масштабной постановки на сцене драматического театра не было уже давно, рассказывает режиссер. В спектакле задействована большая часть актеров. Кроме того, в последний раз брехты на этой сцене ставили больше 20 лет назад. Анастасия в спектакле исполняет две противоположные роли – генерала из окружения Гитлера и жену-еврейку. Рассказывая такой синтез добра и зла, очень сложно играть в одном спектакле. Конечно, это животрепещущая история женщины. Конечно, она не может не волновать и меня, как актрису, и, конечно, не может волновать и сама тема фашистской Германии. До премьеры спектакля «Страх и война» осталось еще больше месяца. Малакжане увидят постановку только в октябре. Поэтому пока есть над чем работать, говорят актеры. И это далеко не единственный сюрприз, который театр готовит зрителям. 22 сентября здесь состоится премьера еще одного спектакля по современной пьесе Михаила Хейфица «Спасти камер юнкера Пушкина».